Я, конечно, все дело понимаю, но я не могу с газовщиков деньги брать. Знаете почему? Потому что газовое оборудование не ставят, а газовое оборудование вам деньги экономит. А вы эти денежки рано или поздно, ну потом уже, может быть, сразу на меня дадите, может быть, еще как-то. То есть это то, для чего я работаю. Я говорю вам, что, ребят, бензиновая пора уже закончилась, надо ставить газовое оборудование. Еще проще ставить электро. Но для электро мы еще пока не тянемся. Кстати, если вы все-таки решили нормально экономить, то вот вам мой совет, честно говоря, для себя. Газовое оборудование, когда я поставил, я понял, что в день мне принесет 10 тысяч, не в день, а в месяц, 10 тысяч рублей. Представляете, да? Естественно, после этого кое-что случилось, и мне немножко деньги в другое место надо бы не сложить. Но, тем не менее, я очень рад тому, что у нас на газовых заправках начали появляться очереди. У меня есть брат, и зовет он меня быком. По сути, я таков и есть. Пелец с года быка, да еще и с 1998 года, ездившего на форте Торус, что после перевода с латиницей и есть бык. Так вот, я быкую везде и всюду за вашу экономию. Потому как так и надо, в Магнитогорске, вместе с первым попавшим под кризис, народ вместе со мною начинает экономить. И экономия на главном. Бензин. Бензин нас съедает многое, а газ нам экономит. И много раз я вам показываю, где ставится газ. И вот новинка. Советская армия, дом 2, дробь 2. Здесь вы можете поставить себе оборудование GFI. Кстати, и ради прикола, посмотрите номер. Дело в том, что такое оборудование распространяется только в России. И только в Магнитогорске. То есть мы круче и умнее, чем все остальные. В оборудовании машин на газу, в лучшем комбинате и в победителе кубка Гагарина. Как мы? Круче в три раза. Кстати, пока я снимал, сюда приехала Москва. И там тоже хотят себе поставить GFI. Итак, я все-таки говорю про то, что город Магнитогорск это газовый город. Потому что, ну понятно, газ у нас есть и на комбинате, да? Но я проездил и в Екатеринбурге был, и в Челябинске, и в Омске был, да везде где был. Столько газовых заправок только у нас. И еще меня радует то, что у нас есть на газовых заправках небольшая очередь. И это говорит о том, что мы ездим на газу. Но вы еще и лучше, вы что-то новенькое предложили? Да, наша компания стала первым в России дилером официальным. Компания МТМ, СЛР, GFI. Это оборудование 4+, нового поколения, рассчитанное для первичного рынка. Также у нас есть оборудование, рассчитанное для вторичного рынка. Скажите, пожалуйста, что это за оборудование? Потому что люди говорят, что первое поколение, второе, третье, четвертое, пятое. Сколько это? Точнее, что это за поколение? До этого года в России лидировала компания BRC четвертого поколения. Оборудование GFI это новая разработка. Установлены форсунки непосредственно в впускной коллектор. Эти форсунки, они бесшумные. Работают до 500 тысяч километров пробега. 500 тысяч километров пробега, так я машину свою продам. Ну да, они рассчитаны для новых автомобилей. Поэтому, как бы, такой ресурс. А сколько все это дело стоит? Потому что люди, знаешь, такой проблемой существуют скунсы. Скунс – хорошее животное, но вот когда ему плохо, он начинает всех немножко обкакивать. Вот эти люди, они говорят, что ваше оборудование взорвется, сломается или еще что-то. Я очень много смотрю в Ютьюбе, выпиваю, говорю, ну покажите мне, когда взрываются газовые автомобили. Поверьте мне, количество машин на бензине взрывающихся гораздо больше. Ну, хотел бы сказать, что наши установщики, они квалифицированные. Оборудование прошло, прошли все проверки, также сертифицированы как в России, так и в мире. И абсолютно безопасные. Стоят предохранительные клапана. И, конечно, 500 тысяч километров гарантии. Это круто. Я так понимаю, что вы единственный в городе Магнитогорске, вообще в стране получается? Да, пока мы единственные, развиваем дилерскую сеть. Даже на BRC гарантия у нас составляет 3 года или 200 тысяч километров пробега. Такого вы нигде не найдете. А если захотелось что-то подешевле или что-то подороже поставить? Да, у нас есть альтернативные варианты для оборудования. На любой автомобиль мы подберем оборудование, которое соответствует классу этому автомобилю. И вот куда оно ставится. Крутые мощные машины. Конечно, я бы подумал о машинах тех, что Америка поставляла их раньше. Там крутящий момент наглухо утолял мощности японческих и немецких агрегатов. Но настоящие японские агрегаты с нормальными шильдиками, и это и Америка, и немцы тоже. И поэтому и американцы демонстрируют вам качественный рывок в мощности. И теперь, естественно, по газу. Конченная бредятина о том, что газ вспыхивает. Во всем мире доля бензиновых машин, переводящих на газ, только увеличивается. И тыкните, и поймите, вспыхивает в большей части только бензин. Температура воспламенения газа на 100 градусов ниже бензина. Так что бред о том, что клапана горят. И, кстати, насчет смазки. Ну, чтоб понятно было. Масло также смазывает и газ, и бензин. И не занимайтесь бредятиной, а то я включу свои правильные мозги, в котором лаборант газового анализа получил 5 баллов. В еще той советской структуре. И вам все станет ясно. Не парьтесь, господа. Ставьте ГБО на любой двигатель и получайте экономию. И вот вам один из вариантов. Советская армия, дом 2, дробь 2. Ну, а как сюда доехать? Доехать-то очень просто. Советская армия, 2, дробь 2. Помните, здесь была в свое время Кристина. Кристина, которая продавала Рено. Теперь уже Рено, это уже и не Кристина, и оно в другом месте. Вот. Здесь вот то, что мне не нужно, по сути, да, колеса даром. Хотя, если будут у них денежки, мы и для них что-нибудь сделаем. Вот. Советская армия, 2, дробь 2. Понятно, где это все дело располагается, да. Это центр города, вот. И видно с любого места по улице Советской Армии. Вы повернули направо, если едете в сторону комбината, и повернулись налево. Так же увидите. Ставите нормальное супер-мега-газовое оборудование и реально экономите. Хотите дорогое GFI, хотя там не сильно дорогое-то, если что. Вот. Хотите подешевле, хотите что-нибудь еще простое. Но с другой-то стороны, если поставить что-то покруче, оно и денег принесет. Поэтому, честно говоря, берите и ставьте себе замечательное газовое оборудование, а потом экономленные деньги, возможно, придут и ко мне. Продолжение следует...